МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сёня – сусветный день братьбы с туберкулезом. Гэтое захворывание пранейшему застаёт с одной из самых значных социальных и медицинских проблем. Сёня в Гомере прокуроры гуляли у мини-футбол. А зараз об гэтым иншим больше подрабязна. Сёня в Гомере проходить международный фестиваль «Прыгажості». У гэтым годзе его удельниками стали представники Беларуси, России, Украины и Латвии. С законодавцами моды сустрелся Олег Синцерову. Международный фестиваль «Золотая Продецка» сёллита проходит у Гомели в пятый раз. Гэтую назву её натармал не вопадкова. У циронников усяго света есть традиция давать таким мероприемством назву «Кветок». Даречи, у техничном плане конкурс циронников уличится одним самым скалданным. Юниоры и майстры сёллита фестиваль «Прыгажості» у Гомели собрал каля 500 удельников, які спаборничали у трёх конкурсах – циронного мастацтва, декоративной косметики и нейл-дизайна. Творчую фантазию никто не обмяжовывая, головно продемонстровать усе свои здольности. Стимул для перемоги тем больше значный, что лепших, звичайно, чекают пропановые работы у престижных салонах и макшимысь часом стать стейлистом по судности законодавцем моды. Сам по себе Гомель, гомельские мастера молодцы. Они стремятся, юные дарования. У нас есть на кого равняться. И есть те мастера, которые хотят идти в ногу с модой, добиваются всего этого. И честь, и хвала этой молодёжи. От сферы бытового обслугования до индустрии «Прыгажості» заправданные сучасные церунники, теперь у всё больше креативные маэстры. У деньги фестивалю «Золотая пролезка» кажут, что на Пиаредине не одну годину тренировались и на близких и родных, які были не тільки моделями, а йши головными судьями и наткняльниками. Маэстр по маникюре Гольга Матыль, мать и четырёх дятей, кажут, что отрымливая от их стольки радости, что хочется поделиться своими почутями с іншими. Мне нравится работать с людьми, нравится дарить им радость, нравится, когда у человека меняется настроение в лучшую сторону. В общем, ну и людей тоже успокаиваешь, даришь счастье. Фестиваль «Золотая пролезка» проходит под экидой Головного управления Гандлюпасух Гомельского Абалоканкамы, сирот-организаторов Лига Творчей Молоди и Гомельская областная организация Белорусского Союза Жанчин. Хоть поделись присудных конкретно на организаторов и болельщиков, доволись складано, а быяковых на этом фестивале у Вогули не было. В Ресе такие работы убачишь нечасто. До речи, по словам самих худейников, тыж конкурсные прически могут триматься некакий дён. Хоть для того, чтобы снова стать пригожим, чекать наступного фестиваля не обовязково, новые салоны для женщин, некоторые у денег конкурса, плануют открыть уже в ближайший час. В ветке тоже есть женщины, очень все красивые, поэтому, я думаю, будет это востребовано. Студия красоты, почему бы и нет. Или студия даже макияжа, макияж для себя. Я бы очень хотела, чтобы у нас в городе была такая студия. Олег Сентюров, Валерий Гопанько, телерадокомпания «Гомель». На Гомельщине распочалося створение механизованных отрадов. Их основу складуть энергонасыщенные тракторы, які набываются за бюджетный кошт. Планами аграры употекавилися наши корреспонденты. Идея створения механизованных отрадов належит старшине Гомельского обл. Ваканкама у Владимиру Дворнику. У инших областях ничего подобного нема. Усяго плануется набыть 122 энергонасыщенные тракторы. Больше великие районы отримают по 7 машин, остальные по 5. Миновита гэтая техника и станет основой отрадов, которые будут выкористовываться в парашине старшиню райваканкаму, там, где их присутность удачный момент наибольшь необходима. В общей сложности мы должны получить 122 трактора. Первоначально планировалось получить трактора до Нового года, но по техническим причинам тракторный завод не мог изготовить такое количество. Поэтому они нам гарантировали поставку этих тракторов до начала весенних полевых работ. Выкористынью энергонасыщенной техники на Гомельшине с этого года повышена увага. Минулой зимой за бюджетные сродки. В регионе организовали в учебу больше, как 550 механизаторов, которые будут все лета на ее працавать. Это позволит весной организовать работы по подрихтовцам Глеба у две изменения. Тепло селета приходит поздно, а там у полевые работы будет необходимо провести у степлые термины. Миновата убыдок в Шелевском районе, механизованный отряд будет створен на базе предприемства миллиаративных систем. Это позволит выкористовывать за всем нетанную технику больше протяглый час. При необходимости она сможет працавать не только на сельских спадарших палетках, а и выкористовываться для потреб самого предприемства. Размова у приватности может исти об летнем периоде, когда такая техника на палетках практически не задеянечена. А прощатого у миллиардаторов уже створена база для технических обслугований энергонасыщенных тракторов. Станочное оборудование у нас необходимо и есть. В принципе, обслуживать мы их можем полностью. Ну, пока на гарантии, конечно, нам будут приезжать службы при гарантийном службе. А в дальнейшем проблем по использованию их и обслуживанию не будет. Олег Сенцюров, Ольга Коновалова, Валерия Гапанько. Телерадио компания «Гомель» Будок Железкий район. У Гомельской области зарегистрованы перши выпадык захворывания на адзер. Он выявлены в Жлобине. Пациент – мужчина 1983 года на роджение. Зараз он изоляванный, находится под наглядом урачов и проходит лечение. Стан стабильный, погрозы для життя нема. Мужчина не был прищепленный. Ведомо, что с захворыванием он вернулся за отпочинку за деской в области. Медики ведут на зеранне за всеми, кто находился в контакте с хворым. Новых выпадков не выявлено. Хочу напомнить о том, что мы уже говорили, на сегодняшний день охват прививками нашего населения 98%. Все, кто имеет две прививки, это в первую очередь детское население, подосковое население, они гарантированно защищены от кори. Здесь контингентом риска являются, конечно, взрослые люди, которые не привиты или не привиты, в первую очередь. Поэтому здесь мы всегда, если какие-то есть подозрения, в первую очередь анализируем прививочный статус. Медики раяць утрыматься от поездок у эпидемично несприяльной регионы Украины. Гэта у першу чаргу – Одесская, Закарпатская, Ивано-Франковская и Львовская в области. Сегодня сусветный день братьбы с туберкулезом. Гэта захворывание по раннейшему застаётся одной из самых значных социальных и медицинских проблем. Однако при раннем выявлении хворобыля чэн не даёт добрые выники. На Гомельщине с нагоды дня братьбы с туберкулезом пройшоу шерах мероприемствов под рабязностью Дмитрия Котова. Акция «Белый рамонок», якую ладить областная организация Белорусского товариства «Червоного крыжа», что год проводится у месяцах массового знаходжения людей. Всё лето у Гомеля были обраны площадь Паустаня и пляцовка для кинотеатра «Мир». Тут были усталеваны пересолные аппараты «Пульмаскан». Кожный жадает, что бесплатно мог пройти доследование и отримать консультацию в тезиатра. Такая махчимость за всё дозявляется запотребованной у горожан. Люди уже знают, постоянно подходят. Была сегодня девушка, она говорит, в нашей поликлинике нет возможности пройти. И она каждый год раз знает и приходит к нам. Методы профилактики и способы лечения туберкулеза обмерковывались подчас круглого стола. Основные причины – возникнение хворобы, стресс, дрянное хоршевание и нездоровый ладжиття. На Гомельшине что год выявляется больше 500 выпадков захворывания. Хочется отметить меры профилактики туберкулеза. Во-первых, необходимо не забывать о первых симптомах заболевания. То есть у людей с туберкулезом повышается зачастую температура, длительный кашель, потливость по ночам бывает, также снижение массы тела. Также профилактика туберкулеза – это БЦЖ-вакцина, которая проводится детям, и ревакцинация БЦЖ по медпоказаниям. Ранее лечилось, что туберкулез – социальная проблема, а миновито – хвороба бедных. Зараз специалисты кажут, что захвореть можно кожный. В зоне рызаки люди со слабым иммунитетом и дети, особенно в раннем взрослении. Однако хваливаться не треба. Существующая медицина позволяет своечасово выявлять вирус и проводить эффективное лечение. На Гомельщине працуют 7 специализованных диспансеров и 14 туб-кабинетов. Головный центр – областная туберкулезная больница. Медики раять. При заявлении первых симптомов неоткладно звернуться до урача. С початку до терапевта по месту жихарства. Дмитрий Котов, Игорь Марышченко, телерадиокомпания «Гомель». Практичный семинар для приемных батьков и выховальников детских домов семейного типа пройшел у Гомели. На им собралися больше, как 100 семья из областного центра, а так само Гомельского и Ветковского районов. Мероприемство стало часткой доброчинной программы «Будь моим батьком». Под обязанностью в материале Ганны Каральчук. Дорожение стать приемной матью Викторою Беляеву подштрухнули уласные дети. Под час поездки они познайомились с хлопчиком из Луковского интерната и препоновали забрать его до дому. С початку Беляевы оформили семью выходного дня для выхованца интерната. Потом стали для его приемной семьей. Когда хлопчик вырос, Виктория взяла на выхованье еще и девчонку. А как им жить этим детям? Они же не виноваты, что их выбросили родители. Это же не их вина. Они-то... Саша, в принципе, она очень добрая девочка. Представляете, что вот этому ребенку... Вот спрашиваешь, что ты про родную маму помнишь? Да? А она говорит, помню только один день рождения, когда мама купила мне торт. Как? Благодаря ей я поменяла в своей жизни буквально всю себя. В детстве я была очень... Ну как? Очень бойкая. Можно сказать, гопник даже. Ну потому что дралась там с девчонками, с мальчишками, там со всеми дралась. Была очень неприличная речь у меня. Я вообще не соблюдала ни этих, ни манеры речи. Я не знала, что такое любовь, потому что в детстве меня не воспитывали. Ну, нормально. Потому что меня никогда не любили. В острых пытаниях подчас выхования приемных детей изъявляется шмат. Это и психологичные проблемы, и бытовые. Некоторые дети мают серьезные захворвания, те особливости развития. Как допомогать родителям, на практичный семинар у Гомеля запросили юриста, психолога, урача и других специалистов. Представники больше как 100 семьях обмерковали проблемные моменты навучания и взаимоотносин с детьми. Кроме того, организаторы мероприемства уручили подзяки 12 семьям за добрыню и годное выхование детей. Вопросы и вопросы. И они возникают. Вот если на таком маленьком семинаре двухчасовом, просто даже родители могут и не сообразить, в чем они больше сегодня нуждаются и какую они консультацию сегодня хотят получить. Поэтому это идет в течение года, потому что все оставляются контактные телефоны. Потому что у нас специалисты высшего класса, те, которые юридические, которые профессиональным своем значимы они и дадут действительно нужную и необходимую консультацию. До речи Гомельская область займает первое место в Украине по улыбкованию детей у замещальные семьи. У Гомельской области зараз працуют 46 детящих домов семейного типа, где живут больше 300 детей. Такие домы будуются в рамках державной программы и сдаются уже целиком укомплектованными. Все лето в регионе плануется открыть еще два детящих дома семейного типа у Ельской и Жлобине. Ганна Коральчук, препотримцы агентства Телиновин. У Гомеля отбылся областный этап республиканского огляда, инновационной и техничной творчасти. И он пройшел у стенах областного дома наученцев и работников установ профессийной адукации. На региональный этап было представлено около 1500 экспонатов. Причем они тычились не только техничной творчасти. Все летняя новина – декоративно-прикладный накерунок, что совсем не выпадково. У Апошний час тут так само выкористовываются певные оригинальные инновационные подходы. У делу областного этапа республиканского огляда приняли работы, сделанные майстрами вытворчого научения, педагогами и наученцами правтех, средней специальной або додатковой адукации. Есть и аккаутерские, так и коллективные проекты. Среди них такие саморобные техничные инновации, как квадрокоптер або макет разумного дома. У декоративно-прикладным накерунок – алмазная вышивка, «Свит-дизайн», оригинальные сувениры с другасных материалов. Во всех 22 номинациях вызначены переможцы. У худким часа особные их проекты отправятся в Минск, как поспоборничать в республиканском финале. Члены жюри означают, что отделники областного этапа продемонстровали высокий узровень подрыхтовки. Многие из пропонованных проектов, саправды, могут быть реализованы и выкористаны в жизни. После такого плана мероприятий, многие экспонаты потом внедряются и в промышленность, производство, бытовую жизнь. Еще у нас и смотр рационализаторов-изобретателей. Там тоже идет свой отбор такой. И многие экспонаты, которые приняли участие сейчас в смотре, они потом могут участвовать и в слете рационализаторов и изобретателей. Сегодня с 20.30 до 21.30 по белорусским часе Гомельщина унесе свой хоть невеликий, але вельми важный уклад у вращения экологичных проблем планеты. Наш регион долучится до международной глобальной акции «Гадзины Земли». Разом з іншими неравнодушными до справы заховання климату на планете и обороны ее ресурсов, кожный же хар в области может на одну годину отключить усе электроприборы и освятление. Сегодня у призначенный час сгаснет иллюминация на будинках областного выканавчего комитета, гомельского гарвы «Канкама», цирка и палацево-паркового ансамбля. До акции долучатся и районные комитеты и администрации. Головная мета экологичного флеш-мобу протягнуть увагу максимально великой колькости насельництва до проблем змены климату на земле и показать, что только объединяющиеся, можно вырешить экологичные проблемы. Акция «Ходи на земле» все лето объединяет больше 400 городов в 70 краинах света. Это действительно символическая акция. И выключая вот эти приборы электрические, выключая свет, у человека есть час подумать, что он сделал для Земли, что он сделал в целом для планеты. Гомельский областной комитет посредством вайберов будут направлены картинки, которые призывают граждан поучаствовать в данном мероприятии. Учитывая, что у всех у нас есть родные и близкие, которые подключены к этому приложению, мы также приглашаем всех поучаствовать в распространении данной информации. Так само сегодня у Гомеля на набережной Ракисош, каля композиции «Маяк», пройдя акция «Святло наших сердцев», организованная Белорусским Республиканским Союзом Молоди. Удельники символично запалят свечки, каб показать, на кольки им не обыяковали уз природы, бу навод одна година без святла беражет долю ресурсов, які идуть на выпрацовку электроэнергии у великим городе. Сегодня у Гомеля гукали вясну. Принять в делу старожитный Мабрадзе Ветковский музей староверства запросил усих прихильников белорусских традиций. Згодно с архаичными уявлениями, гуканье вясны, характерная для гомельского полесия, распочиналось еще на встрече и заканчивалось после Великого дня на уши. Весновые звычаи и песни были свой особливым гимном життя во всех его проявах у семьи и каханни, у рупливой працы на поле и чеканью раджаю у господарчих клопотах. У программу свята организаторы унесли и спевание разом саправдных архаичных весновых песен, ваджение карагодов и веселые традиционные гульни на кшталт распальвания обрадового вогнища и спальвания подзела зимы. Всегда дома проводим обрад Чырачку, и вот это песни из того репертуара, что проводим Чырачку. А это гуканье весны, это зазов птушек, чего мы пеком сюда Чырачки, и дом, вот если мы дома робим, мы дом на самую высокую гору, Чернецовская у нас так зовется гора, и там уже мы гуканье весну. Завтра католики усяго света будут означать пальмовую, цивервную неделю. По традиции, у гэтый день христиане ушановывают память об у ваходе Иисуса Христа у Иерусалим. У гэтый день верники освящают у костёля галинки вербы ци пальмы. Свято лечится тихим семейным набожным. Бо на двары у гэтый час Великой Пост, а сама пальмовая неделя попередничает страстному тыдню. Люди сбираются при костёле, в ответные места, святар читая, урывок из Евангелия, где описывается уезд у Иерусалим. Люди махают галинками и процессия накеровывается у костёля. У костёля отбывается святая мша и подчас святой мши уже отбывается читание муки Пана. Таким чином пальмовая неделя сполучает у собе святкование этого урочистого уезда Иерусалим, але в той сам час распочинает этот день муки Пана с разважанием уже этих самых важных истотных подей распятки, смерти, воскресенья Христа. Завтра у першиня у рамках пальмовой недели на территории Гомельского костёла отбудется святочный кермаж. Оси жадаюча смогут набыть великодные атрибуты, вырабленные маэстрами и рамесниками Гомельщины. Частку сродков, отриманных с продажу, плануется вылучить на развитие прихода. И об спорте. Другий день с поборництва у чемпионату Европы по легкой атлеты сэрот спортсмену с порушениями слыху добавил у знагороды медальную скарбонку беларуской команды. У секторы для скачков у вышиню триумф Гомельчан. Боротьба за узнагороды была напруженной. Лёс сребного медаля вызначила одна спроба. Наш Александр Майстренко и россиянин Константин Хиленко показали однольковый выник 1 метр 97 сантиметров. Однако Гомельчанин взял эту вышиню с первого раза россиянин с другого. У вынику сребра засталося у Гомелі. Бронза отправилась у Россию. Яшэдзен гамельчанин Роман Гралько без прыкметнага напруження показав необходный для перемоги выник 2 метры ровна. Паслячаго поднял планку на 8 сантиметров высшей. Гэта был новый рекорд чемпионата Європы. Папереднее досягнення 2 метры 7 сантиметров таксама належыц Роману Гралько. Пабит свой же рекорд у новоспеченого чемпиона не глядзячи на патрымку родных трибунов на жаль не отрымалася. Яшэдзен медаль беларускай команды на рахунку легкоатлетки Олены Цярентьевой якая выиграла сребра у забегу на 400 метров. Сьогодні у Гомелі прокуроры гулялі у мини-футбол. Традицейный турнір на кубок прокуратуры в області 20 раз отрыманная 20 годов таму керавництвам сёння стала не просто традиціей. Гэта саправдная спортивная свята. На трибунах ветераны прокуратуры і сім'ї сённяшніх супрацовнікаў. А на пляцовцы гонор своїх подразделенняў обороняюць у тым ліку і деці тых, хто калісті починаў турнір. Карпаратыўны духі спортивная сапірніства ідуць побач. Перамога гэта гонора, тому яе а так само сборная регион і Полесье. Наш турнір прошёл проверку временем. Сегодня это семейный праздник. Многие сегодня наши сотрудники пришли с детьми, с супругами и я ещё раз говорю, для нас это праздник. Праздник нашего коллектива. А спорт и мини-футбол в частности сплачивает наши ряды. Конечно, помогает и в нашей основной деятельности. У турніра на кубок гомельской прокуратуры есть ещё одна важная функция подрыхтовка гульцов для удела у республиканских ведомостных споборництвах. И нахэтым наш выпуск завершен. У студии працавала Наталья Игнатенко. Я и мои коллеги жыдаем вам удалых выходных дён. До новых зустречу эфиры. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова А.Егорова